Здравствуйте, уважаемые зрители! Пока буду рассказывать, вот распариваем лицо и сегодня небольшая, но интрига. Несмотря на эпидемию, карантин, чрезвычайное положение, правда, у нас в Казахстане уже сняли, мы, мужчины, должны следить, видите, аж поперхнулся, за своим лицом. Ведь не зря человек, который, ну, я имею ввиду не бордачей, кто не бреется регулярно или бреется плохо, всегда вызывает подозрения. Например, видите, я не брился неделю, шел сегодня и патруль остановил. Ну, остановили они, потому что карантин, документы проверили, куда идем и все такое, но стереотипы срабатывают. Так вот, сегодняшняя интрига в том, что пишите, уважаемые зрители, комментарии и предложения. Вертор-робот как-то написал, еще, кстати, про подручные средства, которые, в общем, это из видеоблогеров-ветшеверов. Как-то выкладывал бритье просто с водой, без излишеств. Итак, сегодня мы зарядим Эдвин Джаггер станок жилет Seven O'clock, лезвие. А вместо пены, масла, там, гели, чего угодно, мы будем использовать H2O. Кто плохо учился в школе, это вода. Итак, берем. Кстати, была реальная история. Я проходил, учился на водителе, проходил в автокомбинате этот. Короче, практику. И там на бачке, короче, где вот бежала вода питьевая, там было написано H2O. Так поверьте, каждый пятый боялся пить. Просто они думали, что там какая-то химия. H2O. О, зарядили. Итак, так сказать, одним из консультантов данного видеообзора, это Верторобот. Привет, зритель под этим ником. И вот вода, видите, вода. Ну, то есть, не масло, ничто. Наносим и посмотрим. Речь идет не о тотальной бедности, когда вам это, ну, типа, вообще нет, ну, понимаете, да, ни мыла, ни кусочка. А в том, что, как, насколько это проблематично, побриться с помощью H2O. Ну, что ж, приступим. Станок, правда, отличный. Лезвие тоже. Итак. Зачем тратиться на мыло пену? Шучу, конечно. Так, вот тут вода тоже. Итак. В общем, естественно, H2O это жидкость, и она дает скольжение. Кстати, когда я учился на водителя, нам опытный преподаватель рассказал, что когда вот начинается на дорогу, на асфальт падают первые капли дождя, это очень-очень опасно и скользко. Почему? Капелька падает, вокруг нее такие, она, короче, превращается в такой шарик, вокруг пыль. Это хуже, короче, как масло. И вот-вот случается самый страшный аварий. Именно в начале дождя. То есть H2O при взаимодействии, например, с пылью происходит очень-очень такая, короче, приличная смазка. Итак, пока полет нормальный. Также жидкость H2O играет какую роль? Станок мокрый, и вот эта щетина, в данном случае она длинная, не падает, а прилипает к нему. То есть в этом есть еще один плюс. Вот так вот. Конечно, скольжение очень слабое, но достаточное. Если вы не спешите и относитесь к этому как к медитации, то, в принципе, можно побриться без масла, без пены для бритья, без всяких гелей. Вот. Конечно, особо гладким это бритье не назовешь. Я решил попробовать, чтобы вы тоже посмотрели. Итак, как-то не смешно. Ну как вот, не буду же я рукой плескать на чело свои. И вот кисточкой по мазкам нанесем. Да, самому аж интересно стало. Главное на камеру не брызгать. Итак, теперь более аккуратно. Ну, в общем, понятно, что это не лучший вариант, но надо оставаться мужчинами, как бы следить за собой. Ну, я имею в виду, если, конечно, дикий вид не является частью вашего имиджа. Хорошо сказал, если дикий вид не является частью вашего имиджа. А может быть, даже основой. Так. Ну что ж. В принципе, ничего так. Мне понравилось, кстати. А, давайте нанесем. Еще раз, чтобы против шерсти. Ну, надо же. Вот, вы знаете, все простое, но на поверхности. Сам бы вот, честно, не буду себе льстить. Может, и не догадался. Понятно, что у меня были случаи. Не то, чтобы не было. Всегда же есть фото. Если честно, часто брился с помощью обычного мыла в мыльнице. То есть, намылил в 90-е руки. Короче, размазал по лицу. Одноразовым станком побрился и побежал. Ну, тогда я не знал, что классическое бритье – это удовольствие. А, против шерсти. Ритуал. Вот, кстати, я думаю, почему более-менее гладко идет. Очень идеально отполированный, гладкий станок Эдвинджагио. То есть, да, такой по некислой цене. Ну, для обывателей. Я человек небогатый, чтобы выкидывать все время такие деньги. Но даже брат сказал, ты же покупаешь не на один раз, дай бог. Ох, там, на годы, может быть, хватит, если аккуратно обращаться. Итак, что-то у меня возникают смутные, смутные, терзают меня смутные сомнения, что водой, знаете, какой плюс? Пена, она закрылась, в общем, под ней не видно, вот где побрита, где не побрита. Где-то, что-то, вы промазали, когда вот делаете окантовку. Хотя вы говорите, что ее надо делать, там, короче, каким-то специальным прибором. Вот, но плюс какой? Все видно, все видно. Вода же, она прозрачная. Так, что там со временем? Ну, нанесем еще раз. Вот, с одной стороны, полный абсурд. Но я люблю же эксперименты. Пока не порезался, господа. Зачем мы покупаем пену, мыло, тратим такие деньги? Давайте подорвем эту промышленность, будем бриться с помощью H2O. Шутка. Мы ведь покупаем пену, вернее, мыло взбиваем ради удовольствия, ради ритуала. Ну, конечно, скольжение не очень, особенно, когда проводишь несколько раз по одному месту. Но хоре! Так, как сегодня пены и мыло нет, но остатки, господи, ворс. Короче, щетины остались на лице, то надо смыть. Хоре! Рыцевская чаша! Теперь берем... Ох, если честно, не предполагал. Вот я испытал сейчас культурный шок. Я, честно говоря, думал, вот, ну, может, не стоит, но такая ерунда с помощью воды. А вот знаете, а попробуйте. Вот что-то прикольно. Вот, казалось бы, ну, H2O, это вообще же вода основа жизни. Вот я думал, ну, какая-то ерунда будет. Там станок будет дергаться, там, может быть, порежусь. А нет. Вот так вот. Вот как, вот как это объяснить? Вот вообще непонятно, да? Более того, я это не могу описать и передать. Вот, честно сказать, ну, конечно, вот плохо смылось, потому что эта щетина тут осталась. Может, вам плохо видно. Я имею в виду, прилипла, срезанная. Но что-то в этом мистически необъяснимо. Вот эта вода. Вот, казалось бы, просто вода. Ни пена, ни мыло. Не могу объяснить. Но какое-то особое удовольствие. И видно, все видно, где вот плохо срезали, где хорошо. Но у пены такой мощной, как у Деда Мороза, как борода у Деда Мороза, есть свои плюсы. Ну, все, давайте под занавес. Значит, ландыш, одеколон. Хорошая цена. Ох, кстати, парадокс. Вообще почти не щипет. Почему? Нет порезов. Вот как это объяснить, а? Ну, как вот. Ни пена, ни масла не использовал. Даже хозяйственного мула. Кстати, кто-то может смотрит и думает, ну чё, мужик дурью мается. Вот массажер. А посмотрите, барбершоп, блин, там в Индии я посмотрел, мужик. Я вообще смотрю, кстати, учусь у тех, кто тоже этой темой. Там тщательно делают массаж и головы, и шеи, и лица. Вот вы пришли в барбершоп куда-то, а там голова болит, нос не дышит. А раз, и нос задышал. Вот тут вот точки есть, но их сильно долго массажерать не надо. Разве. Вот. Нос начинает дышать. Вот. Ох. И короче, цель-то какая классическое бритье? Это такой ритуал. Ну, еще один аргумент. Железопитон. Женщины же, они понимают кое-что. Вот они многие ходят в салон красоты. Казалось, ну, дома же можешь сама на себя это все намазать. Нет. Ритуал. Релакс. Поэтому не обязательно прям, я призываю эти барбершоп. Но вы можете сами себе его устроить. Сделать этот ритуал. И вы, но если честно, как заново родились. Вертор Робот, зритель под ником Вертор Робот, спасибо. Честно сказать, потом, может быть, я тебе смогу ощущение сформулировать. Но побрился с помощью воды. Вот не могу объяснить. Вот, кстати, мне друг, священник, рассказал, что вот это вот, короче, это крещение, это переводилось, омываю, что ли. То есть вода, это настолько мистическая вещь, вот я ее просто нанес по мазкам на лицо. И мне казалось, ну, ерунда, сейчас станок вот так прыгать будет, весь порежусь. А нет. Получилось и даже понравилось. Не объясним. А может, и не надо все объяснять. Если вам понравилось, уважаемые зрители, подписывайтесь на мой канал, оцените видео и до новых встреч. Самое главное, пишите комментарии. Как вы видите, я ваши советы реализую.